Блаженный Августин когда-то сказал, что Бог нас создал для себя, и души наши не успокоятся до тех пор, пока мы не водворимся в Господа. Сегодня в нашем служении мы будем читать историю о встрече Иисуса Христа с Самарянкой. Женщина, которая была лишена покоя из-за своего греховного состояния, и встретившись с Господом, она приобрела покой. Этот евангельский пример должен научить нас, как нам искать Бога, как получить покой в наши сердца, и как потом поклоняться Ему в Духе и Истине. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 4 главу, и читаем с 6 стиха. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. И Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит Ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил и дети его, и скот его? И Иисус сказал ей в ответ, всякие пьющие воду эту возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит Ему, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. И Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит Ему, господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. И Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Женщина говорит Ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. И Иисус говорит ей, это Я, который говорю с тобою. Во вторник мы немножко начали рассуждать об этом тексте, и сегодня с Божьей помощью давайте продолжим эти рассуждения. Иисус Христос пришел и остановился у колодезя Иаковлева, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Иисус утомился. Путь Его был труден. Евангелисты не описывают все то, что происходило в пути, пока Христос пришел к этому колодезю. Его путь был путем особенным. На этом пути Он должен был встретить эту женщину. И она должна была научиться истин Божиих. Сегодня мы с вами, наверное, большая часть из нас свидетели тому, что не мы пришли к Богу сами, а было время, когда Он где-то появился на нашем пути и заговорил с нами. В истории, в которой мы прочитали, написано, что Иисус утрудился от пути и сел у колодца. Для того, чтобы Иисусу Христу перейти из Иудеи в Галилею, нужно было пройти достаточно большое расстояние. От того места, где Иисус Христос служил в Иудее, и до колодца в Самарии, Христу пришлось пройти километров восемьдесят. И, конечно же, Он утрудился. Он вдруг повел себя не так, как вели себя другие люди, живущие в то время. Иудеи не могли позволить себе пройти через Самарию. Самаряне были слишком грешны, чтобы можно было идти, встретиться или разговаривать с ними. И потому все те, которые хотели сохранить свою чистоту и праведность, они, как правило, переходили Иордан в восточном направлении, обходили через Десятиградию и возвращались в Галилею. Они не хотели идти через Самарию, чтобы ни в коем случае не оскверниться от тех, которые нарушили Божьи заповеди, от тех, которые нарушили Божьи законы, установления, которые во время сирийского пленения, где-то за 700 лет до этого, они смешались с сирийцами. Они назывались жители Самарии. Правоверные иудеи не могли позволить себе идти этим путем. Пусть он будет длинным, пусть он будет еще более утомительным, но лучше обойти Самарию. Иисус Христос идет через Самарию. Идет к колодцу, идет туда, где нужно быть в шестом часу дня, потому что придет кто-то, кто испытывает очень большую нужду в Боге. Душа этой женщины истомилась, пребывая в грехах. Ответы и разговор с Иисусом Христом говорят об этом. Она ищет того человека, кто бы мог ей помочь. Она ищет того, кто мог бы освободить на ее душу. И потому она задает вопросы Иисусу Христу, будучи удивленной тем, что Он попросил у нее пить. Не просто заговорил, а даже попросил пить. Такое не бывает. Человек в одежде иудейского равина у самарянки попросил пить. Так не бывает. Иудеи с самарянами не сообщаются, кто ты такой, почему ты переступил эти все нормы и правила, кто ты. Более того, ты сказал, что ты можешь дать воду живую. И тогда не нужно испытывать жажду, тогда не нужно приходить к этому колодцу. Кто ты? Апостол Павел, когда шел гнать детей Божьих, церковь Божию, он встретился на дороге с Иисусом и тоже задавал вопрос, кто ты, Господи? И получил ответ. Женщина самарянская ищет ответ на вопрос, кто этот человек, и Христос постепенно, шаг за шагом, приводит его к тому сознанию, чтобы она осознала, кто она есть. И мы во вторник говорили о том, что прежде, чем познать Бога, человеку нужно познать самого себя. И потому Христос заговорил о ее жизни, заговорил о ее взаимоотношениях с другими людьми. Христос заговорил о муже, и потом сказал, и те пять, которые у тебя были, не мужья, и этот не муж тебе. Кто этот человек, который знает все? Вижу, что ты пророк. Коль ты пророк, помоги разобраться. Отцы говорят о том, что нужно поклоняться на горе, а вы, иудеи, говорите, что нужно поклоняться в Иерусалиме. Где же? Вот то место, куда можно было бы пойти и все рассказать Богу. Ты пророк, у тебя слово от Бога. Ты это должен знать. Где место, чтобы можно было все рассказать и найти покой душе своей? Христос говорит, отвечая ей, поверь мне. Наступило другое время. Поверь мне. Отцы говорили, что нужно поклоняться на горе. Иудеи говорят, что в Иерусалиме. А что мне делать? Не только в жизни самарян, но и в нашей жизни сегодня иногда люди изобретают что-то свое в религии. Какую-то свою форму поклонения Богу. Самаряне, которые отошли от иудеев, они поклонялись Богу на горе. Они там поставили жертвенник. Они там насадили рощу. Они там поклонялись Богу. И говорили, здесь можно поклоняться Богу. И хорошо, когда люди пойдут в Иерусалим, чтобы и там поклоняться Богу. Христос говорит ей, это не так. Бог не приемлет смешанного поклонения. Бог не приемлет, если в поклонении Ему присутствует что-либо человеческое. Бог говорит, поверь мне. Вот так нужно поклоняться Богу. Вы не знаете, чему кланяетесь. Апостол Павел в 10 главе послания Коринфянам говорит, разве идол есть что-либо? Идол есть ничто. Но те, которые поклоняются идолам, имеют общение не с идолом, а с бесами. А я не хочу, Павел говорит, чтобы вы имели общение с бесами. За идолом стоят огромные полчища бесов. Они создают ситуации, как будто бы этот камень или дерево, или что-либо подобное имеет способность что-то делать. Апостол Павел говорит, вступает в работу полчища, тысячи бесов для того, чтобы обманывать людей. А я не хочу, чтобы вы оказались там. Когда Бог повелел Моисею создать жертвенник, поставить его, Бог сказал о том, не делай ступеней к жертвеннику. К нему должен быть путь, к нему должна быть дорога. Как только будут какие-либо ступени, человек начнет думать, и люди иногда так говорят, я хочу приблизиться к Богу, я вот исправлюсь здесь. А потом поднимусь на следующую ступенечку и еще, и еще. И таким образом я достигну вот того состояния, что Бог меня примет. Бог сказал, что к нему есть единственный путь, и он только через Иисуса Христа. Разговаривая с женщиной-самарянкой, Бог говорит ей об этом. Поверь мне, что ты не знаешь, что нужно делать и как. Спасение от иудеев. Женщина, выслушав слова Иисуса Христа, как поклоняться в духе и в истине, говорит Ему, знаю, что придет Мессия, и Он возвестит нам все. Когда Он придет, тогда расскажет все. Это крики вопль души, которая истомлена грехом, которая ищет Бога и не знает к Нему дорогу. И она говорит, я жду. Я жду вот того, который придя, расскажет мне все. Я жду вот того, который придет и скажет человеку, которого так томится душа под грехом, нужно идти вот туда. Нужно сделать вот так. И тогда ты приобретешь прощение. Как только она заговорила о том, что она ожидает Мессию, который придет, который возвестит все, который поймет, который утешит, Христос говорит ей, это Я, Который говорю с тобою. Это Я, Который говорю с тобою. Как только апостол Павел, ища Господа, встретил его на пути и спросил, Кто ты, Господи? Он сказал, Я Иисус, Которого ты гонишь. Как только Самарянка сказала, Где найти Мессию? Где найти Того, Который расскажет все? Это Я, Который говорю с тобою. Друзья мои дорогие, как хорошо, что есть путь к Господу. И как хорошо, что можно, поклоняясь Господу, поклоняться Ему в Духе и в истине. В любое время. И на всяком месте. Христос говорит, настало это время. Можно прийти к Нему и сказать Ему о боли в сердце, о переживаниях или о трудностях. На всяком месте. И во всякое время. И это становится возможным тогда, когда человек принимает Господа, как Мессию и Спасителя в свое сердце. Тогда Дух Святой влечет его к тому, чтобы он поклонялся Богу. Поклонялся в истине. Вот так, как Бог сказал. Тогда Дух Святой влечет его в Церковь Божию, чтобы поклоняться с святыми Божьими и воздавать славу Богу. «Если человек не знает Бога, куда идти? Что делать своими грехами? Идти к Богу и сказать Ему обо всем. И как только вы, придя к Богу, начнете молиться и говорить Ему, Господи, прости меня за то или это, Он скажет, это Я. Я говорю с Тобою. Я Твое спасение. Я Мессия. Я Иисус. Я Спаситель». Друзья мои дорогие, если в собрании нашем сегодня есть и души, которые еще не пошли путем к Господу, Он идет к вам и Он ждет вас. Он находит время и возможности, чтобы встретиться с человеком. И пусть это может быть длинный путь, пусть это может быть полдень, знойный и так сложны обстоятельства в жизни, но Он идет и Он ждет. Господь да благословит всех, кто еще не принял Господа и даст вам силы сегодня продолжить путь к Богу. И потом, когда мы будем петь Псалом, выходите сюда вперед и будем молиться вместе Господу, чтобы Он стал вашим Спасителем. Аминь. помолимся нашему Господу. Помолимся нашему Господу.